Всех приветствую на моем канале. В Москве состоялась официальная презентация новой АКИ. Новинка представляет собой компактный электромобиль А-класса. При этом новая АКа должна стать самым дешевым электрическим автомобилем, продаваемым на территории России. Цену я скажу позже, смотрите видео до конца. Новая АКа представляет собой компактный хэтчбэк с современным дизайном. У него узкая фальшрадиаторная решетка и светодиодные фары. Сзади новая АК отличается горизонтальными светодиодными фонарями, объединёнными светодиодной же перемычкой. Колёсная база новинки составляет 2150 мм, а снаряжённая масса 890 кг. У новой АКИ будет простой, но в то же время современный интерьер. Машина рассчитана на перевозку 4-х человек. У неё модный нынче двухспицевый руль и электронный приборный щиток. По центру расположился экран мультимедийной системы планшетного типа. Машина оснащена климат-контролем. Выбор режимов движения производится с помощью шайбы на центральном тоннеле. Что касается технической части, то новая АКа будет оснащена литий-ионной батареей. Её ёмкости должно хватать приблизительно на 300 км пробега. Новая АКа будет заднеприводной. Максимальная скорость малолитражки составляет 105 км в час. Новая машина, как это водится, не является российской разработкой. Она была разработана китайским холдингом Huayhai Holding Group. При этом первые автомобили будут импортироваться к нам из Китая. В будущем же ожидается локализация производства малолитражки на территории нашей страны, что позволит дополнительно снизить стоимость. Для крупноузловой сборки новинки на территории России в будущем планируется постройка полностью нового завода, на котором, как сообщается позже, могут начать производство полностью отечественной модели, а также электрических паркетников и грузового транспорта. В перспективе предприятие может перейти на производство автомобилей по полному циклу. В дальнейшем планируется продавать около 50 тысяч таких автомобилей на территории нашей страны ежегодно. Покупателями могут стать как частные владельцы, так и различные сервисы доставки, а также каршеринга. На начальном этапе стоимость новой АКИ должна стартовать от 1 миллиона 170 тысяч рублей. После локализации, однако, стоит ожидать её снижения. Также в будущем ожидается постановка на конвейер удлинённой пятидверной версии малолитражки. В данный момент автомобиль находится в процессе получения одобрения типа транспортного средства. Опытные образцы автомобилей отданы специалистам Росстандарта. При этом на представленных для презентации автомобилях пока что не был установлен модуль Aero Glonass. В будущем также потребуется время на его интеграцию, испытания и сертификацию. Продажа новая АКИ должна поступить в 2021-2022 годах. В данный момент рассматривается несколько вариантов с дилерской сетью, через которую будет продавать автомобиль. Сейчас приоритетными являются два варианта решения данного вопроса. Первый – это создание собственной сети, а второй – продажа автомобиля через дилерскую сеть китайской компании Chery. А остается надеяться, что у авторов проекта все получится и новинка не повторит судьбу ее мобиля. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам новая АК, планируете ли вы купить ее себе? У меня же на данный момент вся информация, как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомления о выходе нового выпуска. У меня же на этом все, огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока!